Продолжение следует... Может быть, нарушение плавности данного доклада, но не учесть ту информацию, либо те два доклада, которые были сделаны передо мной, и говорить, как говорится, не учитывая то, что было озвучено вам, я думаю, это будет не совсем правильно и не может быть менее интересно, чем тот доклад, который я постараюсь сделать уже более, скажем так, с некоторыми элементами импровизации. Значит, вашему вниманию уже это было сказано, предлагается возможность послушать доклад по теме защиты приватных данных пользователя в системах дистанционного банковского обслуживания и платежах, онлайн-платежах по банковским картам в интернет-магазинах. Не хотелось бы очень долго останавливаться на причинах и мотивациях появления данного решения, думаю, вы достаточно хорошо все знаете, что спрос на системы с онлайн-доступом достаточно активно растет, и одновременно растут угрозы, которые есть у данных систем. Хотелось бы отметить только следующее, что, естественно, эксперты в области информационной безопасности достаточно активно занимаются исследованием данных процессов, процессов обеспечения безопасности онлайн-доступа к каким-либо сервисам, либо услугам. И сделали достаточно обоснованный вывод о том, что практически 99% всех пользователей данных систем являются потенциальными жертвами мошенников. На сегодняшний момент любой пользователь, и вот предыдущий докладчик так же само сказал, что любой пользователь, который запускает некую процедуру дистанционного взаимодействия, при котором предусматривается передача приватных данных в виде персональных данных банковской карты, CVC, фамилиями отчества, является подверженной угрозой хищения с последующим финансовым злоупотреблением этой информации. Эксперты, проанализировав данную ситуацию, пришли к двум выводам, что данная ситуация сложилась вследствие двух причин. Первое, это самое главное, что активное развитие вредоносных атак или схем проведения мошеннических операций привело к тому, что эти системы стали легко обходить практически те средства защиты, которые стандартные, условно говоря, по минимальному комплекту используют пользователи у себя на компьютере.